Глава региона Алексей Русских встретился с депутатами Законодательного собрания. Тема – главный финансовый документ на следующий год. Бюджет формировался в непростых условиях. Парламентарии признают – такого сложного документа не было давно. Свой отпечаток наложили санкции пандемии, непредвиденные расходы. Тем не менее, доходы и расходы казны по сравнению с прошлогодними параметрами выросли. На момент принятия документов в первом чтении доходная часть составила 81,4 миллиарда рублей, расходная – 88,3 миллиарда. Считаю, что проект бюджета получился адекватным как нашим возможностям, так и в нынешней сложной, можно сказать, критической ситуации. Вы знаете основные параметры бюджета, его принципиальную социальную направленность, несмотря на то, что проект бюджета у нас является дефицитом. В целом, областной бюджет на следующий год, как утверждают депутаты, позволяет выполнить социальные обязательства перед населением. К сожалению, в действующем проекте бюджета мы заходим с дефицитом по мерам поддержки социальным, но, безусловно, все меры социальной поддержки в течение года будут исполнены, причем будут исполнены положены по законодательству индексацией. Здесь мы никаких сомнений не испытываем. Предусмотрена в бюджете и федеральная помощь. Государственная дума приняла решение о дополнительном увеличении объема дотации Ульяновской области на сумму 3 миллиарда 645 миллионов рублей. Больше всего денег пойдет на сферу образования – 730 миллионов. Деньги пойдут на строительство школы в рабочем поселке Новоспаское, ремонт образовательных учреждений, организацию горячего питания в школах и оздоровительную компанию. Большая часть из тех предложений, которые мы озвучили, как раз и будет реализована. Большой блок по уровню здравоохранения – это погашение кредиторской задолженности, лечебных учреждений, прослуженные дела по лекарственному обеспечению. В этом плане тоже есть большие проблемы. Дефицит программы ТФОМС. Очень радует, что в этом направлении работа ведется, и на это правительство обращает внимание. Еще один важный плюс – 564 миллиона рублей на социальную поддержку граждан. Деньги пойдут на реализацию программы «Социальный контракт», оплату коммунальных услуг отдельным категориям, создание системы долговременного ухода за пожилыми инвалидами. Наши требования, можно даже так сказать, они направлены на то, чтобы на региональном уровне субсидии, субвенции, дотации были более объемными и направлены в адрес муниципальных образований. Также федеральные субсидии пойдут на обеспечение жильем детей-сирот, финансирование деятельности спортивных клубов, ремонт дорог и многое другое. Анна Тищенко, Улправда ТВ.